Накануне юбилея Юрий Николаев проанализировал состояние нынешнего телевидения. По его мнению, телевизионщики посадили на иглу зрителей и теперь зависят от рейтингов. Сам он не может смотреть ток-шоу. В последнее время различные ток-шоу становятся все скандальнее. Сенсационные ДНК-тесты, грязные драки, крики в студии, мат, эко в прямом эфире так и оглушают зрителей. Юрий Николаев заявил, что это не его, но от рейтингов тоже не уйдешь. Разговаривал тут с Ларисой Гузеевой. Ей тоже каждый день нужно кого-то женить. Не стану пересказывать наш диалог, но есть цифры, рейтинги. Парадокс, мы сами приучаем зрителя к дурному вкусу, сажаем на иглу, заключил Николаев. Для сравнения, он привел телевидение, которое существовало в советское время. Впрочем, он отметил, что оно тоже не было безупречным и его тоже ругали. Но там были две вещи, профессионалы и выбор. Высказал свою точку зрения телеведущий. Сейчас, по его мнению, на телевидении много дилетантов. Скандал способен дать больше очков, чем талант. Трудно сказать, что делать, признал проблему Николаев. При этом сам телеведущий предпочитает смотреть передачи о спорте и природе. Ни одно ток-шоу не досмотрел до конца. 215-х серий о Фриске, ну куда это годится, цитирует Юрия Николаева Стархит. Среди коллег он симпатизирует Ивану Урганту и Дмитрию Нагиеву. Отдал дань уважения Николаев и Андрею Малахову. Он сказал, преклоняю голову перед Андреем Малаховым. Столько программ о бедах и несчастьях, и все нужно пропустить через себя. Как он еще с катушек не съехал, это трудно. Отметим, что не просто так Юрий Николаев вспомнил о покойной Жанне Фриске. После смерти певицы от рака в 2015 году СМИ муссируют подробности ее частной жизни. Говорят, у ее близких был конфликт с избранником, телеведущим Дмитрием Шапилевым, который будто бы не дает им видеться с сыном певицы Платоном. А также многих интересует, где неиспользованные на лечении артистки деньги, пожертвованные неравнодушными людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok